Не менее, вы очень хорошо его знаете. Ну, знаю я его, да, действительно, не очень плохо. То есть, понятно, что это человек, который не остановится ни перед чем. Но вот до какой черты он дойдет в сегодняшней войне с Украиной? Его оторванность и непонимание не то, что Украины, а своей собственной армии. Ну, то есть, просто человек, который всегда расставляет вокруг себя людей комфортно. А чтобы было комфортно, важно, чтобы окружение тебе говорило то, что тебе очень приятно слышать. Вот смотрите, приходит Путин в 2000 году. Вы понимаете отношения с спецслужбами и военных. То есть, они всегда были, мягко говоря, натянутыми. Мягко говоря. Приходит в 2000 году, он меняет министра обороны. Он назначает Сергея Иванова, который, собственно, остается министром обороны. Человек абсолютно коррумпированный, не способный руководить чем бы то ни было. То есть, человек просто, ну, обычный спецслужбист. Он обвешан этими бирюльками, как сегодня Шойгу. Но просто человек, которого армия, ну, не воспринимает вообще. Он был первый за всю историю Советского Союза и России человеком, который возглавил Генеральный штаб, не будучи профессиональным военным. Почему это так много внимания уделял Путин вот этим вопросам? Не потому, что он думал, вот, а вдруг война, если завтра война, а как армия? Нет. Он боялся там военного заговора, переворота и так далее. То есть, вот это для него такая опасная история. Там всякие эти офицерские собрания и так далее. То есть, он, обратите внимание, в окружении Путина никто не служил в армии. Вообще никто. То есть, в армии что происходит? Происходит полный развал. Полнейший развал. То есть, он окружает себя, собственно, мы знаем, комфортными для него людьми. То есть, если пройти через Сергея Иванова, впоследствии в седьмом году был назначен Анатолий Сердюков, который работал до этого директором мебельного магазина в Ленинграде, закончил институт советской торговли. Он был в тот момент уже начальником налоговой службы после, так сказать, директорства в мебельном магазине. Вполне ему это все нравилось. И он его, в общем, назначает... Это очень важный момент, потому что это эксклюзив, этого никто просто не знает. Сегодня это важно понимать. То есть, он его назначает министром обороны. Сердюков долго отказывается и говорит мне лично, говорит, как я могу быть министром обороны, я служил два года в Молдавии водителем. Срочную службу. Я не могу быть министром обороны. Значит, Зубков, Путин и так далее, что, в общем, редкий случай, когда они его уговаривают. Он там неделю не соглашался, он уехал в Питер, потом вернулся, потом в итоге согласился. Он говорит, почему я вас выбрал? Потому что вы там разбираетесь, скажем так, в торговле, в цифрах, в налоге. То есть, он говорит, мне никакая армия не нужна. Сейчас это уже все, это прошлый век. То есть, мне надо распродать все ликвидные активы. То есть, здания, а действительно, здания, академии, училищ, находятся в самых центрах. Причем они огромные, это целые города в городах. И они находятся в идеальном состоянии и так далее. И он сказал ему, там больше 2% себе не бери от продаж. Вот просто это, чтобы понимать его отношение к армии. То есть, это не человек, который, как Гитлер, с 1933 года начинает развивать военную промышленность и накачивать. То есть, есть параллели, есть абсолютные, так сказать, противоположные. То есть, он разрушает армию. В 2012 году, значит, Свердюкова чуть ли не сажают в тюрьму. Видимо, он все-таки взял больше 2%. Очередно понимаем, что за 20 лет правления армия деградирована, деморализована, разворована. То есть, это один из объектов хищения бюджетных средств. Продолжение следует...